Здравствуйте, дорогие друзья! С вами моя программа «Вопрос служителю церкви». Как и всегда, сегодня мы рассмотрим один из ваших вопросов, попытаемся дать на него ответ и поможет нам в этом. Служитель церкви сегодня это Виктор Яшков. Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте, Владислав! Спасибо, что согласились приехать в нашу студию и поразмышлять над тем вопросом, который прислал нам один из зрителей. Прежде чем задать его, спрошу, вы встречали семьи, у которых возникают конфликты на почве финансов семейного бюджета? Наверное, у нас едва ли не сплошь и рядом. Сложно найти семью, где никогда не было такого конфликта. Как правило, почему? Ну, денег мало, наверное, да? Обычно. Обычно, да. А видели, что конфликт основан на том, что денег много? Это, скорее, исключение, наверное. Исключение. Но, знаете, там проблема в том, что их много, но не у того, у кого хотелось бы. Потому что их много у жены. Она зарабатывает больше. Вот такие бывают ситуации. Бывает. У вас когда-нибудь подобное что-то сталкивались с этим? В своей семье, где-то? Вот жена получает больше мужа. У нас с супругой, да, был такой период времени, когда в течение где-то, наверное, около трех, может быть, лет. Лет. Да. Она примерно на 30% получала больше, чем я. И мы как-то, ну, я не ощутил какого-то дискомфорта. Наоборот, было даже очень хорошо. Да. Ну, вполне мы поймем вашу позицию, когда ответим на сегодняшний вопрос. Будет сразу и видно. Может быть, потому что она всего на 30% больше получала. Давайте разберемся. Может быть. Ситуация у нас гораздо тяжелее. Интересно. Итак, муж, кстати, тут не подписан вопрос, я даже не знаю, кто именно его задает. Если в семье жена зарабатывает в 2-3 раза больше мужа, 2-3 раза. Серьезно. Как в семье адаптироваться к такой ситуации? Как решить вопросы с домашними обязанностями, с самоуважением, взаимным уважением? Как дать отпор и нужно ли это делать общественному мнению? Мы тоже знаем, что он разный. Вот, собственно, и весь вопрос. Как видите, ситуация другая. Одно дело, получать, например, я 10 тысяч, она 13. И другое дело, я 10 тысяч, она 30. Ну что, нормально это? Жить с этим вообще можно? С таким диагнозом этой семьи? Или как? Ну, на мой субъективный взгляд, наверное, возможно. Возможно. И, в общем-то, как тот, кто задает вопрос, обозначает вот эту вот проблему, вопрос взаимного уважения, да, и как бы самоуважения. И еще и уважение вообще со стороны, да. Да, и со стороны, да. То есть вот как бы человек, получается, уже испытывает эти переживания. Эти переживания есть, и, ну… Потому что со стороны разные мнения очень. Ну, наверное, со стороны, мне кажется, проще всего реагировать на то, как другие относятся. Если это какой-то мужской круг, ну, поскольку здесь получается, что это вот, ну, мужчина, да, он как бы меньше зарабатывает. И это друзья, наверное, какие-то, может быть, коллеги по работе. То, на мой взгляд, проще реагировать. Если это настоящие друзья, то они, наверное, поймут ситуацию. Потому что можно, ну, и плодотворно работать, и усердно работать, да, но если, предположим, вот в твоей профессии, ну, уже невозможен какой-то дальнейший рост, да, и ты достиг, может быть, какого-то уже максимума, то что здесь можно предпринять, что здесь можно изменить? Вот одно, другое дело, когда ты, ну, как бы не способен где-то в своей профессии достичь каких-то, ну, тех или иных позитивных результатов. Ну, может быть, тогда да. Ну, может быть, да, может быть. Ну, вот вы говорите, они поймут, настоящие друзья, ну, поймут, но не обязательно примут реакцию мужчины вот на эти события. Они могут, вот хотел зачитать, вот я нашел такие мнения, ну, взял два противоположных. На эту ситуацию, первая ситуация, не имеет значения, кто сколько зарабатывает. На дворе 21 век. Жить надо с человеком, а не с его заработками. Семья – это команда, работающая на один результат. Какая проблема? Я бы согласился вообще, да, я бы согласился. Второе мнение. Это просто ужасно. Не знаю, как люди вообще уживаются. Муж должен быть опорой. И это мнение бытовало во все времена. Более традиционная такая, консервативная, может быть, да, точка зрения. Ну, и что же, вот некоторые могут сказать, что ты оправдываешься, время, мол, сейчас такое. Нет, ты должен быть лидером в семье и подтверди это тем, что ты более успешен. В финансовом плане так же. Стоит ли вообще вот действительно обращать внимание на общественное мнение? Что оно определяет? Просто есть ситуации, когда оно действительно важно, а иногда нужно вот отмешиваться. Мне кажется, что вот в этой ситуации вряд ли есть нужда такой какой-то, ну, я не знаю, решающий, что ли, взгляд или кидать в сторону общественного мнения. Важнее, на мой взгляд, какие взаимоотношения в семье, потому что если в связи с тем, что жена зарабатывает больше, вот это внутренний какой-то есть в семье дискомфорт, вот это гораздо сложнее. Ну, мало ли, что говорят люди, там, тех они принципов, ну, может быть, более такого старого уклада придерживаются, да, или какого-то нового. Как говорят, на каждый роток не накинешь платок. Ну, знаете, если роток тести или свекрови, она приходит и говорит, что-то я слышу жалобы, что ты не хочешь хорошо работать. Ну, тут, да, это усложняет ситуацию. То есть можно иногда отказаться, бывает так, потеряют друзей, семья эта, да, если вот принципиально возникло такое, что они чувствуют осуждение, что мы вот так, мол, живем, вам не нравится, ну, ладно. Вот, а вот тут от родственников еще. Тем не менее, вы сказали, что это не имеет решающего значения, да? Ну, да, да, на мой взгляд, да. Хорошо, ну, тогда давайте посмотрим вот внутри семьи ситуацию. Вообще можно поразмышлять, нормально она или нет. Есть ситуации, когда они нормальны вне зависимости от того, что думает общество. А есть, даже если оно это не приемлет. А бывает так, общество это приемлет, но это не становится нормальным от этого только, да? Вот надо рассмотреть, и тут еще вопрос именно, как к служителю церкви, вам здесь видите, с точки зрения христианской морали. Нормально ли это? Следует однозначно изменить все-таки соотношение в пользу заработка мужа? Либо можно учиться и нужно учиться жить так какое-то время или как? Ну, я думаю, что, видите, вот прежде всего, если касаться внутреннего вот этого мира семьи, то в этой ситуации, в конкретной, да, надо понять, что... Есть такое замечательное выражение, мне нравится очень, я часто к нему обращаюсь, что нет ничего постояннее временного. То есть, все постоянно меняется в этой жизни, как-то вот, ну, приходят одни обстоятельства, они держатся там, ну, какой-то период времени, что-то происходит, они меняются, иные обстоятельства. Хорошо, если супруга будет все время так зарабатывать, а что, если спустя время, вот, если спустя время все поменяется? Но это хорошо... Если наоборот будет. Нет, ну... Это нехорошо, если это мужу не устраивает, и ее это не устраивает, то это, получается, нехорошо. Да, да, да. Для бюджета хорошо. Для бюджета, да. А для внутренней, может быть, если теряется какое-то такое в связи с этим взаимное уважение, вот, тогда это вот такая вот самая сложная, конечно, ситуация. Но если супруга в этом случае начинает себя вести как-то, ну, не совсем корректно, что ли, по отношению к мужу своему, что пытается как-то ему на что-то указать, там, укорить его, то, ну, вопрос, а пройдет время, и, может быть, ситуация изменится, и как она будет, да, как она будет реагировать. А вот давайте рассмотрим вот интересную тему, вот уважение, тем более она затронута в вопросе. Есть уважительный, скажем так, есть однозначно уважительная причина, по которой муж, ну, реально, может, вообще не работает какое-то время. Ну, допустим, инвалидность. Люди в возрасте, жена может работать, муж нетрудоспособен. Например, да? Может быть, еще какие-то? Ну, иногда пары делают сознательный выбор, потому что, ну, бывает так, что рождается ребенок, да, и нужно за ним ухаживать какой-то, ну, понятно, определенный промежуток времени. Если у супруги работа в реальности, вот она настолько такая доходная, то ситуация ведь меняется, и супруг остается с ребенком, он уходит, да, с работы. Но такие случаи есть? Есть. А вот вопрос приемлемости. Ведь многие, скажем так, многие христиане во многом традиционны. Они ценят многовековой опыт. И в церкви приняты такие, скажем, стандартные для библейского понимания распределения ролей. И вроде бы все хорошо, но вот проблема в том, что жена, естественно, как-то подсознательно начинает терять уважение к мужу, поскольку она воспринимала его как добытчика в семье, так было веками, она выходила за мужем, а тут она обеспечивает. И он должен проявлять материнские инстинкты к детям, ходить там, переодевать, гулять с ними. Вот как быть здесь? Вообще вот с уважением. Наверное, две стороны виноваты в том, что теряется уважение, или какая-то одна? Здесь невозможно, наверное, какого-то единого такого шаблона, что ли, применить ко всем обстоятельствам, потому что может одна сторона давать слабину, потому что, предположим, сам супруг, он мог бы достичь чего-то большего в реальности, да, и есть, может быть, какие-то привычки, да, что сейчас не редкость, которые мешают человеку в связи с этим достигать уважения на работе, да, там, возможности продвигаться по службе. То есть он мог бы раньше чего-то достичь? Ну, может быть, раньше, может быть, и прямо сейчас, как бы вот в этот период времени, но... А вот если ситуация, что он не получает уже, может быть, вообще, да, возьмем самый радикальный период, жена хорошо у нее с карьеры, у него закрылась компания, обанкротилась, да, он не был виноват ни в чем. Вот он каким образом может потерять уважение с его стороны? Что он может делать неправильно, чтобы потерять уважение перед женой? Ну, если не будет предпринимать никаких усилий в дальнейшем, то есть если как бы сложит руки и не будет пытаться там найти работу, что-то еще сделать к тому, чтобы заниматься полноценным трудом. Это как зачастую бывает, например, человек упал в депрессию, и одна женщина, я помню, где-то читал, что она жалуется, муж раньше, когда работал, что-то еще помогал по дому. Теперь он перестал работать и перестал помогать полностью. Ну, типа, он играет в игры, например, вот что-то подобное, впадает в детство. И именно поэтому формируется какой-то вот комплекс, как будто женщина становится как мать ему. А вот со стороны жены мы немного касались, может, чуть подробнее, что она может сделать правильным и неправильным по отношению к тому, что вот уважать своего мужа или нет. Какие неверные шаги она бы могла сделать? Ну, наверное, пытаться как-то вот, что, может быть, бывает, да, давить, оказывать такое, ну, серьезное, может быть, какое-то моральное давление, чтобы человек сделал тот выбор, который, ну, ей кажется приемлемым. Это даже без слов, наверное, можно давить. Может быть, да, может быть так. Ожидая чего-то, это слишком. Но вот в этой ситуации, мне кажется, что все-таки супругу самому, вот как-то я все равно перевожу, получается, в его сторону, да, если в реальности вот человек работает и зарабатывает достаточно средств, то, может быть, какие-то обязанности, которые, может быть, даже не всегда были свойственны тебе все-таки взять на себя, учитывая, что, ну, другая сторона, она вот как-то получается такой значительный вклад в семейный, там, бюджет и так далее вносит. То есть, ну, все равно держаться и действовать, а супруги не терять уважения. Потому что если есть взаимное чувство, чувство, если, ну, работает разум, что это семья реально, да, то вряд ли люди, ну, будут стремиться к тому, чтобы как-то вот эту ситуацию использовать для того, чтобы брак, там, разрушить или что-то такое негативное сделать, ну, в своем браке. То есть, наоборот, будут стремиться его сохранить. То есть, получается так, мужчина со своей стороны должен оставаться все-таки мужчиной, лидером, не должен перестать воспринимать себя как главу семьи, да, и воспринимать теперь жену. Это будет, он только навредит, видимо. Да, да, вряд ли роли, вот роли по-настоящему, даже тот пример, который я говорил, да, когда, ну, мужчина берет на себя воспитание, вот этот начальный период, когда надо ухаживать за ребенком, что все равно, опять же, это временный момент, да, то есть, все равно роли, они как-то, ну, не должны поменяться. Иначе, да, иначе для семьи, для будущего ребенка или детей, кто там есть, да, в семье, это впоследствии выльется, да, в проблему. И жена потеряет мужа именно как вот мужа, просто относясь к нему. Это, помните, фильм «Москва слезам не верит». Там была Катя, которая стала директором фабрики, да, и был Гоша Слесарь. Поначалу, как только он узнал о том, что она зарабатывает больше, он оскорбился, что она там социальный статус в нем, что-то лишь ценит, да, ушел. Но сами их отношения, когда он потом вернулся, она относилась к нему как к высшему по званию, несмотря на то, что, то есть, она вот тут смирилась. Вот такие советы жене посмотрел, нашел. Значит, не замалчивайте проблему, пытайтесь ее с мужем обсуждать. Хвалите мужа, если он помогает по хозяйству, а то он действительно упадет в депрессию, видимо. И это на каком-то из женских сайтов вот такие нашел. Не вынуждайте супруга просить у вас на расходы. Видимо, тоже, да, как элемент унижения, если он должен спрашивать. Не сравнивайте мужа с более успешными родственниками. Это правильные советы? В принципе, да. Но, вы знаете, вот мне хотелось бы привести, вот поскольку я священнослужитель, вспомнить один библейский текст, который достаточно четкий. Он, в общем-то, в значительном русле вот этих советов тоже находится. Или наоборот ли эти советы в русле этого библейского текста. В книге «Притчей» есть замечательные слова, где говорится о том, какой является добродетельная жена. И если вот внимательно посмотреть, прочитать эти тексты, то можно увидеть, что эта жена, она вообще делает очень и очень многое. Фактически, если говорить, перекладывать этот древний текст на современные мерки, она очень успешный бизнесмен. Потому что она и торгует с другими странами, она встает рано, она дает урочное, значит, своим работникам, которые там... Это вы говорите о 31 главе, да, последняя глава притчей. Да, 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 совершенно верно. Да, там вот действительно бизнес-леди успешный. Да, да. При этом надо понимать, что в древние времена было невозможным, чтобы женщина стала доминировать над мужчиной. Да, да, совершенно верно. Но между тем это вот в таком тексте. Это было возможно. Да. При этом о муже особо ничего не написано. Там всего лишь такой вот, как бы и небольшой отрывок, но вот, что вы совершенно верно подчеркнули, да, среди вот этих таких, ну, скажем так, на мой взгляд, колоссальных возможностей, которые есть у этой супруги в плане ведения хозяйства домашнего, успешного, да, и заработка, потому что она реально зарабатывает. Там, тем не менее, смотрите, что сказано, вот 23 текст, муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. То есть, все равно вот по этому статусу он остается, как бы вот, в таком высоком положении. Такая жена не стала причиной его унижения, ни в коем случае. Да, 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 да. То есть, тут нужна и мудрость жены, и... Совершенно верно. Ну, так что, вот у нас последняя осталась там полминутки буквально. Что мы отвечаем? Как? Как быть? Как дать отпор? Как нам договориться? Я думаю, отпор не надо давать. Думаю, эта ситуация такая, ну, естественная, нормальная. Может быть, пройдет время, и это изменится. И самое главное, сохранять внутри семьи мир, уважение, согласие, и... Может быть, придет время, и супруг будет зарабатывать больше, если это привносит какой-то дискомфорт. Если же нет, это хорошо. Спасибо большое за ваш ответ. Спасибо и вам, друзья, за те вопросы, что вы присылаете к нам. С вами была программа «Вопрос служителей церкви». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова